Четверг, 16.00, место проведения судебного заседания, опорный пункт. Подсудимый, 39-летний мужчина с диагнозом алкоголизм второй стадии, не против камер. По заявлению УВД, он должен отправиться в ЛТП. Поводов достаточно. Бобручанин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, причем с применением статьи 107. В принудительной мере лечения от зависимости и был предупрежден, что очередная игра с законом станет последней. Но, видимо, эти доводы были неубедительны. Мужчина в ЛТП не хочет. Еще до приговора строит планы на будущее. Закодироваться и искать нормальную работу. И вернуть жену. Детей нет. Разведен, безработный и с отрицательной характеристикой по месту жительства. Суд учел все обстоятельства дела. Спустя несколько минут приговор был вынесен. Направить Зубрякову Алексея Павловича 11 февраля 1980 года рождения в лечебно-трудовой профилакторию для его медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду сроком на 12 месяцев. Приговор может быть обжалован, но мужчина уверен, это ничего уже не изменит. Покорно принимает свой новый поворот в судьбе. Правоохранители уверены, эта мера профилактики самая действенная. Так как статистика неутешительна. 13 из 14 тяжких и особо тяжких преступлений в этом году произошли в состоянии алкогольного опьянения. И в целом заметно ухудшили показатели уровня преступности на фоне страны. В республике в целом удельный вес преступлений, которые совершаются в нетрезвом состоянии, это где-то 26%. По области несколько больше, 27,2%. Но в республике, вот в городе Бобруйске 31,2%. Это данные за 2018 год. В прошлом году суд вынес решение о направлении в лечебно-трудовой профилакторию в отношении 242 местных жителей. За 7 месяцев этого года уже 113. Борьба с алкоголизацией населения продолжается. Ангелина Дикун, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.